Всем привет! Я зашел на ютуб и посмотрел, какие у него популярные запросы по гайдам и так далее. И что я обнаружил? На одном из первых мест запрос гайд на Фуриона. И поэтому я решил запилить гайд на Фуру. Ну что ж, давайте я вам покажу, как играть за Фуру благополучно. Ну для начала, мой вам совет, вот вы видите, я пишу в чате, да. Я вам советую, все-таки пикайте Фуру ласт пиком, то есть последним пиком. У Фуриона существует много вариантов прокачки и стилей игры. Самое популярное это пушер, да, то есть он покупает там некры и просто сносит лайны. Но лично мне больше по душе гангер. Поэтому наша задача такова, только убивать врагов. И уже второстепенная задача пуш лайнов. В самом начале покупаем нул талисман и колбу регена хп. Нул талисман нам нужен, чтобы собрать даган. Великолепный итем для Фуриона. Кто играл в доту первую, они помнят для чего этот итем. В самом начале качаем второй скилл. Это телепортация в любую точку карты. В частности мы будем играть за листного Фуриона, который будет фармить на хэкграундах. Напомню вам, что крипы появляются в начале на 30 секунде. Если вы стоите на этом хэкграунде, здесь крипы будут распавниться. Но заметьте, стоя на этом хэкграунде, крипы здесь распавниться не будут. Это очень важно. Вот и все. На времени у нас почти 30 секунд. Опа! И появляются крипы. Ну дальше все просто. Берем и фармим их. Также не забываем поглядывать на лайн. Заметьте, да, ошибка многих Фурионов, они когда идут фармить в лесу, да, или на хэкграунде, да, они вообще не смотрят на карту. То есть им все равно, что происходит в игре. Это неправильно. Мы уже, в принципе, сразу же, с самого первой минуты игры, должны помогать нашим союзникам. Если мы видим, что мы можем спасти союзника, да, идем, спасаем. Если мы видим, что мы можем убить врага, идем, убиваем. После того, как добили последнего крипа, идем на другой хэкграунд. И мы так и будем в начале игры прыгать с одного хэкграунда на другой. Заметьте, что сюда, да, нужно телепортироваться правильно. Именно в эту точку, куда я указал. Потому что если вы телепортируетесь правильно, вы увидите крипов, да. Но если вы телепортируетесь чуть неправильно, вы можете застрять между деревьями, и вас вообще не будет вижено. То есть вы ничего не увидите. Но в этот момент вам может помочь первый скилл. То есть если вы телепортируетесь неправильно, просто киньте первый скилл, и вы увидите местность. Начнете атаковать, они сами подойдут, и все будет нормально. Ну и, собственно говоря, первый скилл. Первый скилл ставит деревья по радиусу. Например, если мы просто первый скилл бросим на землю, да, будут такие деревья по радиусу. Но если мы бросим на юнита, на своего, или там на чужого, то этот юнит будет окружен деревьями. При этом эти деревья можно сломать почти всеми способами. Можно использовать танго, можно использовать топорик, или любые способности, которые ломают деревья. Ну и, само собой, из этой баррикады, да, деревьев можно спокойно сделать блинк. Или, например, за Амирану сделать прыжок. Делать акцент мы будем на второй скилл, чтобы у нас уменьшалось КД, и чтобы мы могли просто свободно перемещаться по карте. То есть, наш герой будет более мобильный. Телепортируемся на другой хагграунд, и продолжаем фармить. Наша задача первым итемом собрать Даган, потому что именно в этот момент начнется наша игра. Мы сможем нереально изменить игру и помогать нашей Тиме убивать врагов. Как появляются деньги? Покупаем стаф от Визерди. Сейчас будет пример немного неудачного от меня ганга, да. Я увидел, что идет полуживой Тини, но, к сожалению, видите, не получилось реализовать, и в итоге меня убили. С одной стороны, я сделал все идеально, я предугадал, да, где он будет идти. С другой стороны, к сожалению, ну, не повезло. Хотя, в принципе, эти моменты, да, они не так сильно будут влиять на игру. Это единичные моменты. Еще раз повторяю. Самая большая ошибка игроков, которые играют за Фуриона, да, там, через лица, они постоянно игнорируют Тиму. Тима дерется, умирает, а эти фармят. Поэтому всегда участвуем в замесах, всегда, даже когда мы только начинаем фармить. Вы видите, я помогаю, помог даже держать Леона, в итоге убили Леона. То есть, да, только благодаря тому, что мы сделали телепортацию и кинули первый скилл, да, деревья, погиб Леон. В итоге все выигрыши. И мы купили, тем более, Даган. Как появляется Даган, начинаем его сразу же реализовывать. Начинаем высыплять кого-нибудь и убивать с помощью Дагана. Заметьте, что из всей Тимы наиболее полезные киллы будут именно Фуриону. Потому что он может собрать такие итемы, да, иметь такой огромный урон. И просто уже соло сносить лайны. Далее на шестом левеле качаем ульту. Тоже великолепная ульта. Стреляет по видимой области и наносит урон крипам и врагам. При этом с помощью ее мы фармим. Опять смотрим. Польза от нашего Фуриона и первого скилла. То есть, вы видели, да, мы заблокировали путь врагу. В итоге враг убит. Уже с 12 минуты, да, мы можем наносить колоссальный урон врагу. Вы видите, да. Враг просто разваливается на глазах. Далее мы собираем именно фризы. Почему фризы, меня могут спросить. Напоминаю, что наш Фурион гангер. То есть, мы собираем не пушера. Пушером он будет уже потом, ближе к лейту. Потому что наша задача сейчас максимальный урон набрать. То есть, на первый удар. Телепортировались. Сделали сильный удар. Добили с Даггана. Это самый идеальный вариант развития. Вот еще пример замеса. Три врага. Все, все раненые начинают убегать. Вы видите, что с руки убить их было бы сложно. Одного минусуем с Даггана. Остаются два полужилых. Пробуем с ульты. И добиваем с руки, например. Здесь очень сильно помогли фризы, чтобы догнать врагов. И сразу же начинаем пушить. После фризов начинаем собирать дезолятор. Очень полезный итем для Фуриона. Позволяет уменьшать броню у врагов. При этом он еще увеличивает нам урон. Как я уже говорил. Помните, да? Телепортируемся. Делаем очень сильный удар. Отнимается броня и так далее. И там убиваем с Даггана. Ну и также он очень полезен при пуши. Очень полезен. Он уменьшает броню вышки. На 7. Профит. Давайте посмотрим на интересный замес. Так, сначала мы деремся с Кентавром. Все, вроде потихонечку его убиваем. Отлично. И теперь смотрите. Теперь вы видите, да? Что у Лича было гораздо больше хп, чем у нашего Фуриона. Но в итоге мы его убили. Хотя он как мышка побежал там в кусты пищать. Опять же, здесь очень сильно нам помогли фризы. Потому что они дали нам плюс 24 атаки с фризов. После того, как мы прокачали первый и второй скилл, начинаем качать третий скилл. Из деревьев появляются Энты. Очень, очень полезный скилл. Но в первую очередь он нужен именно для пуша. Чтобы пушить лайны и сносить вышки. Еще один пример влета. Летаем, убиваем с Даггана, наносим урон. У нас уже хороший урон с руки. 180-190. Все, убили двоих. Пытаемся уйти. Но, так сказать, к сожалению, не смогли. Уйти мы. Но бывает. После дезолятора собираем полные криты. Дайдалас. Как правильно пушить? Пушить лайны, да, нужно в тот момент, когда враги находятся на другом лайне. То есть нет смысла идти пушить, когда вы не видите врагов, не понимаете где они. Они вас вылавливают, убивают, вы нафидили профит. Я всегда пушил, когда там были замесы наверху. Я там побил, пошел вниз, пропушил лайн. Все. Антипик Фуриона. Список героев, которые чаще всего убивали Фуриона. Ну вот и все. Фурион несложный герой, но он при этом очень полезный для Тимы. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте данное видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...